18 февраля на заседании Даугапилской городской думы депутаты рассмотрели вопрос о выделении одноразовой доплаты нескольким категориям сотрудников городских дошкольных учебных учреждений. В результате было решено, что все педагоги, помощники учителей, няни и медсестры детсадов получат доплату за работу в условиях COVID-19. Финансирование было выделено как из государственного бюджета, так и из средств управления. Размер доплат 300 евро за ставку, однако управление образования акцентирует внимание на том, что в эту сумму входит и обязательный взнос государственного социального страхования работодателя. А значит, каждый сотрудник, работающий на полную ставку, то есть 40 часов в неделю, на руки получит сумму, рассчитанную из бруту доплаты – 242 евро 74 цента, и зависеть от окончательной суммы будет от вычтенных налогов. Кабинет министров постановил перечислить деньги самоуправлением на выплату единоразовых пособий педагогам, помощникам педагогов и нянечкам. В свою очередь самоуправление, проанализировав риски в дошкольных учреждениях, приняло решение аналогичную доплату присвоить и медицинским сестрам, поскольку медицинские сестры в своей ежедневной работе контактируют очень большим количеством людей, и в том числе и с теми людьми, детьми, которые заболели. И поэтому самоуправление решило единоразовые пособия в размере 300 евро, аналогично, как и в уже названной группе специалистов, выплатить из денег самоуправления. Доплату получит более 750 педагогов, 250 помощников учителей и нянь, 30 медсестр. Перечисления будут произведены в марте. Оценивая общую ситуацию с заболеваемостью детей и сотрудников Далгопилских детсадов, в управлении образования отмечают, что по сравнению с последними месяцами она улучшилась, но по-прежнему остается нестабильной. По сравнению с январем и декабрем в феврале заболеваемость несколько уменьшилась. И если мы смотрим данные начала февраля и данные начала декабря, то количество болеющих детей, технических работников и педагогов в детских садах уменьшилось в половину. То есть это хорошая тенденция, но в то же время, если мы смотрим цифры этой недели и цифры прошлой недели, то по сравнению с прошлой неделей заболеваемость несколько опять увеличилась. Согласно информации, имеющейся в распоряжении управления образования, инфицирование происходит не в учебных учреждениях, а дома. Абсолютно во всех случаях, когда заболевали дети, было установлено, что они заразились от родителей, а не наоборот. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга до Угопилской городской думы.